Господи, Сил, с нами будем, и договор разве Тебе, помощником скорых дней, и мамы. Господи, Сил, помилуй нас. Здравствуйте, дорогие мои друзья! Пусть мир и благословение Божие пребывают со всеми нами. Радости, праведности и мира, Духе Святом, доброго всем дня и хорошего настроения. Мы пару дней назад начали рисовать картину под названием «Счастье». Эта картина состоит из разных кусочков, их много составляющих, но если хоть один пазл выпадет, то она будет неполной. И вот мы говорили, что для счастья необходима вера, необходимо научиться жить сегодняшним днём, мир с совестью. И сегодня ещё несколько пазлов добавим. Для того, чтобы прийти в состояние счастья, необходима верность. Вера — да, но и верность. Потому что человек, в котором живёт измена и предательство, он никогда не сможет жить в состоянии счастья. Потому что это качество, оно всегда будет причинять ему страдания, причинять страдания другим и лишать его этой возможности. Поэтому принципиальным условием семейной жизни, отношений, не только в браке, но и с другом, и с Богом является верность. Отсутствие склонности к предательству. Верность, а ещё составляющим счастья является следующее качество. Так завелось, что каждый вечер в экспедиции «За други своя» мы заканчивали определённым священнодействием. Но после вечерних молитв начиналась молитва «Богородица Дева, радуйся», и от старших к младшим подходили друг к другу и просили прощения. Монашеский обычай в монастырях каждый вечер, братское правило, заканчивается именно таким образом. Потому что в течение дня кто-то словом, кто-то взглядом, кто-то делом может друг друга задеть, зацепить. Но нельзя заканчивать день, если есть на душе камень. «Солнце да не зайдёт во гневе вашем», — говорит Господь. Потому что завтрашнего дня его может не быть. А если сегодня ты ложишься с тяжёлым сердцем, с обидой, с непрощением, с пониманием, что кто-то на тебя обижается, то в этом состоянии, оказавшись в вечности, будет очень тяжело. Поэтому важно примириться. Примириться в своём сердце. Не всегда это бывает, возможно, лицом к лицу. Не всегда бывает, возможно, с другой стороны. Потому что это человеческая свобода. И при всём твоём желании этот камень выбросить, человек может этот камень себе за пазуху засунуть, его сколько угодно носить. Но моё желание, волевое усилие, оно необходимо. Говорят, ну а как простить человека? Вот он столько зла сотворил. Ну да, так бывает, что по-человечески это невозможно. Не хватает наших человеческих сил. Но мы ведь должны прощать ради Христа. Если мы верим во Христа, который сказал, остави нам долги наши, как и мы оставляем должником нашим. Если вы не простите, то вам не проститься. Но ведь это условие нашего спасения. Ради Христа волевым усилием себе можно приказать не ходить помыслами в эту сторону. И всякий раз, когда вспоминается обидевший нас человек, надо выполнять заповедь. Молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Каким образом молиться? Господи, благослови этого человека. Пусть у него будет добрая семья, послушные дети. Пусть у него будет достаток и изобилие. Пусть его душа наследует вечную жизнь. Пусть в жизни у него все будет хорошо. Благословляйте проклинающих вас. И тогда будете детьми Всевышнего. Потому что он благ и к неблагодарным, и злым. Он как солнце освещает и праведных, и неправедных. Если вы хотите, чтобы Бог был посреди вас, ради Христа прощайте. Выбрасывайте эти камни и обязательно до вечера. Потому что завтрашнего дня может просто не быть. Это следующий пазл в картину счастья. И еще об одном, скажем, важнейшее качество нашей души. Это способность в жизни видеть главное. Знаете, иногда люди так собираются и говорят, «Ну, желаю тебе самого главного. Желаю самого главного в жизни. Это здоровье». Здоровье, оно важная составляющая нашего благополучия, но не главное. Потому что оно временное. А главное — это спаси Бог. Спаси вас, Бог. Главное — это спасение души. И способность человека благодарить. Благодарить, откликаться на милость Божию, на внимательность со стороны других людей, на то, что кто-то к нам проявляет заботу. «Вера удел душ благодарных», — сказал Иоанн Златоуста. И вера в человеке зарождается не тогда, когда он изучает закон Божий, а когда он учится благодарить маму за вкусный испеченный пирог. Так говорил английский писатель Честертон. Вера, она растет на почве благодарности. И нам нужно приучать себя, своих детей, быть благодарны. И тогда счастье, оно войдет в нашу жизнь и будет в полноте присутствовать, помогая нам всем Господь.